Два было точно, или без пятнадцати два, где-то так. Вот это я шандарахнул, а я на кухне чатил, как он может мне и спасло. Чердак, окно, окно пробило полностью. В доме там такое вот все. Осколки попали вовнутрь, в кровати. Ну и радио разбило, разбило забор, забор, смотрите. Это разбило эту трубу, побило дырка. Вазовая труба? Да. В результате обстрела из 82-мм миномета повреждены частные дома, институт железнодорожного транспорта, общежития, прилегающие торговые ряды. Пострадало четыре человека, из них двое студентов. Донецк опять содрогается от звуков арта обстрела в Национальной гвардии Украины. В результате прямого попадания горит дом, который находится позади меня, по проспекту Партизанскую. Горят квартиры, горит весь дом, все горит. Это первый артобстрел, которому подвергается дом? Нет, уже сотый. Бомбят каждый день. Мы как могли так держались. Латали, все. И вот к чему привело. Сегодня днем закончили. И с нами, и с квартирами. Квартиры выбиты, сгоревшие. Только за сегодняшний день пострадали следующие объекты. Петровский район, шахта Трудовская, Киевский район, попадание в район ЖД Института, улица Дворжик, район Бутиловского моста, проспект Партизанский 37-Б, детский сад номер 392, остановка Тучмаш, улица Чапаева, улица Светлова, детский сад номер 389, Куйбышевский район, улица Лузина, проспект Колхозный, проспект Кремлевский, попадание ВТБ, попадание в крышу школы номер 41. И это далеко не полный список. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, Давид Худжис, военные корреспонденты «Гвардейцы Восток», телеканал «Новороссия», Донецк.